Всем привет дорогие друзья! Мы на Майдане. Вот начинаем видео с такого трагического места, где каждый человек, у кого кто-то погиб. Смотрите, это каждый флажок. Некоторые приносят свои фотографии. Также тут есть и девушки, и военные, и также мирные жители. Здесь были различные здесь люди. Сейчас я вам покажу количество флажков, кто вообще принес. Но это, конечно же, не окончательная цифра, сколько людей погибло. Это вообще тот, кто смог прийти сюда и от себя поставить флажок в памяти погибшим людям. Вот до чего довела эта наша война. Как сказать, наша не наша, но это война. Сейчас у нас в Киеве начинается снег, и начался довольно-таки сильный ветер. Как будто знак какой-то. Только что снимал, ветра не было. Я сюда пришел, и смотрите, такими кусками он идет. Пошли, Алина. Смотрите, британские флажки. Я так понимаю, британец погиб какой-то, скорее всего. Днем у нас приехать не получилось. Конечно, хотелось днем приехать. Было бы намного лучше качество видео. Но как-то так. Приехали, как приехали. Вот уже начинает заметать, я вижу. Сейчас я показываю улицу Хрещатик. Пойдем. Также люди приносят цветы. Да, какое количество. Если удастся. Да, если так посмотреть, то их просто усеяно. Что, что ты говоришь? Говорю, один флажок сейчас улетит, потому что еле-еле держится. А вот мы в данное время находимся на Майдане. Это с чего все начиналось? Майдан независимости. Вот это здание, которое мы сейчас видим, оно было черное, спаленное. Там были пожары, когда только начиналась революция в Украине в 2014 году. А вот здесь было огромное количество палаток. Я думаю, в принципе, вы люди сами видели все это дело. Так же черные флажки. Черное это... Что, Алинка, только что к тебе обнимашки подошли, да? Ага, если лайки. Только что подошли вон те вот добрые люди и обняли Алинку. Наверное, волонтеры или... Мы здесь очень редко бываем. Что ж там? В арестаторе большая картина. Там еще. Ну, блин, не то не то. Что, пойдем? Может, тогда в сторону Хрещатика, Алинка, пойдем, пройдемся. Так, видео я нарезать не буду. Вот так вот включил. И до конца будет все как есть, так есть. Вот у нас главная Укрпочта. Сейчас я вам покажу ее вот здесь. Самый главный почтам Украины. Кто не знает, я думаю, что нас смотрят не только киевляне, смотрят из других городов. Напишите комментарии, из каких городов нас смотрят. Неважно, какой страны, нам будет очень приятно узнать это. Ну, давай покажем памятник. Какой замечательный. Алина, смотри, какой. Кобзарь играет. Привет, привет. Привет, привет. Ну, что, давайте фото с патроном. Включайте камеру, давайте фото разом. У меня не фото, у меня видео, видеоблог. Давай разом. Все. Привет, патрона. А давай, ручку, ручку дай, ручку. Патрон, патрон это, кто не знает, это собака у нас такая, которая разминировала огромное количество мин, огромное количество территорий, там, как бы, потому ее, чуть-чуть бы ей не медаль дали. Она, я не знаю, где именно она работала, в Верпине. В Верпине, в Буче, где-то в тех областях, а также, я думаю, и в других местах. Так, идем, наверное, дальше. Здесь раньше не было вот такого перехода, не было светофора, и все всегда шли пешком, машины всегда дудели, все ругались всегда. Почему там идешь? Идешь не там, где не надо. Но здесь поставили светофор. И сейчас, это, наверное, несколько лет, я так понимаю, и сейчас, видите, люди ждут, как и полагается это. Не, не, я за ребятами иду, иди, ты, гуляй. Она подожденненько. Вот такие вот небольшие мафы на Хричатике стоят. Летом я знаю, что делают мороженое. Ну вот, как здесь мы видим, здесь делают всякие курячие филе, грибы с сыром, хот-доги, молочные коктейли. Так что подзаправиться можно здесь без проблем. Также есть аровакава. Ну, в принципе, огромное количество здесь магазинов разных видов. Сувениры. Ну, давайте покажем. Сувениры украинские. Смотри, какие, Алинка, сувениры. Что, что говоришь? Красивые. Булава. Даже цена из 2,850. Это ручная работа, я так понимаю. 2,400. Но, конечно, цены такие не слабые. По 500 гривен вот такие вот маленькие сувенирчики. Смотри, какое яйцо за 6,500. Народ же не Украина. 8,500, смотрите, цена. Друзья, надеемся, что эта война, которая в данное время долго не будет, надеемся, что она вскоре им закончится, потому что столько людей погибло. А вы сами видели, и не важно каких людей. Всех людей. Всех. Мы людей не разделяем. А ну, подожди, давайте цены покажем на кофе, какие в Киеве. Вот, смотрите. Экспрессо. Ну, в принципе, давайте я вам перечислять не буду, что-то вы сами увидите, и, в принципе, как бы кому это интересно будет. Ладно, пойдем. Сейчас мы идем по такому, по такой улице, где люди шопятся. И как вы здесь сидите, можно еще, мороженое до сих пор продают. Что ты говоришь? Мороженое до сих пор продают. Мороженое, да, мороженое продают до сих пор. О, здесь открыли, я так вижу, КФС открыли. Здесь был раньше магазин с одеждой. Открыли КФС. Давайте, может быть, еще людям покажем наш такой пассаж. Дорогой очень квартал. Не знаю, будет, хотя здесь, наверное, сейчас темновато. Видно, будет очень плохо. Также здесь есть комната страха. Смотрите, сейчас покажу. Вот, смотри, какое чудо-юдо стоит. Видишь? Комната страха. А то здесь он буквально, оно где-то в пассаже находится. Чудо-юдо из верблюда. Не, наверное, скорее всего, в пассаже. Вот здесь, где мы в данное время идем, проводились всегда караоке на Майдане. Кто не знает, я думаю, что многие знают со многих стран. Ты тоже знаешь, Алина, да, караоке на Майдане? Да, нет, тут ничего не видно вообще. Тут пассаж, здесь по левую, по правую сторону огромное количество очень дорогих бутиков. Ладно, идти туда дальше не будем. Я думаю, нас смотрят простые люди, не очень, это будет интересно. Пройдемся, где самые простые люди отдыхают, покупают какие-то продукты и прямо до метро Хрещатика. Не люблю, куда съезд, доза идет. Сейчас пройдемся мы до метро Хрещатика. А тут что у нас такое? А это, я так понимаю, опять же кофе. Коллинз, магазин Коллинз с левой стороны я вижу. О, давайте покажем такие интересные виды туалеты. Вот такие вот туалеты есть. Да, это туалеты, Алина. Это такие, в Европе такие туалеты есть, как капсула. Смотрите, сверху, видите, туалет. Подходишь с карточкой, я думаю, что такие, где-то еще в других городах есть более таких крупных, в миллионниках. В маленьких городах, я думаю, таких туалетов не должно, по сути, быть. Вот магазин Таранова, это вообще магазин, сколько ему тут лет, больше 10-15 лет, это точно. И вот мы подходим к Хрещатику. Возле Хрещатика сразу же с левой стороны Макдональдс находится. Как-то света здесь маловато. Сколько людей в Макдональдсе? Ну, довольно-таки много в Макдональдсе людей. Смотри, количество большоватое такое. Все любят такое поесть. Что ты говоришь? Говорю, все любят поесть, что-то вредное. Да, все любят покушать вредное. Вот, видите, метро Хрещатик вход. Макдональдс Макдональдс уйдем, Алина. Все штан? Да, меня будут долго. Так, давайте еще немножко цен покажу. Вот такие вот цены небольшие. Пойдем дальше. Опять коктейли, суши-бургеры. Суши здесь уже тоже довольно таки с левой стороны. Давненько так можно сказать. Ну посмотри какие здесь вещи продаются. Это магазин Allo. Скутер продают за 44 тысячи, 45 тысяч гривен. Вот такой вот скутер. Это получается 1100 евро. Это электроскутер. И вот такие вот самокаты. Смотрите какие у нас цены. Шлем 400 гривен. Самокаты по 29, 22, 30, 34. Я так понимаю, разная мощность у них. Вот ксиомовские. Обожаю фирму ксиоми. А вы любите вообще эту фирму? У меня телефон ксиоми и телевизор ксиоми. 13, 999, 19, 20 и 11 тысяч ксиоми. Самокаты. Пойдем. Ну дальше уже, конечно, я вижу довольно таки темновато будет. Давайте еще покажем вот такие вот иконы по ценам. Перечеркнуто что-то, ничего не понятно. Перечеркнуто это, наверное, сколько? 10 тысяч. Я так понимаю, 10 тысяч и перечеркнуто. 3, 630 перечеркнуто, 8 тысяч и 5 с чем-то перечеркнуто. Это Укрзолото магазин. Украинское золото. Покажем какие-нибудь бриллиантики. Бриллиантики, бриллиантики. 8, 8 тысяч. Ладно. Это так, по минимуму. И все, и мы заходим в такую вот темноту. Вот это вот настоящая комната страха. Дальше, друзья, мы видим, где светится зеленым светом. Это там, где Алина, твоя мама работала. А, да? Да. Совсем недолго. Только что было в голове это название уже. Бракард? Оно не бракард. Там вообще выбило с головы. Друзья, выбило из головы. Рядышком там метро университет. С чем она связана? Что-что? С чем она связана? Связана... Духами, да? Не-не-не-не, это огромный, большой торговый центр просто выбило из головы. Короче, те, кто знают, те поймут. Напишите хай. Да, я думаю, что те, кто знают, те точно поймут. Ну, подожди. И вот так всегда красиво украшают во время Нового года. Уже, я вижу, начинает все блестеть. Это место еще было в Советском Союзе. Оно еще было как торговый центр. Так что, в принципе, я думаю, что многие люди знают. Так, и все, идем, Алинка, еще покажем, наверное, наше место, где молодежь отдыхает и выпивает. Здесь этим летом я на велосипеде сюда приезжал. Здесь, можно сказать, такие вечеринки устраивают, что какая там война может быть. Вот сейчас, в данное время, здесь никого нет. А молодежь здесь у нас в Киеве отдыхает очень громко. Очень часто бывают драки. Называется Белый Налив. Такой кабак. И буду я на этом заканчивать видео. Вот, смотрите, показываю. Такие... Были где-то рядом по-русборке. Белый Налив. Вот такое вот место, где разливают разные напитки, которые мы не любим. Да, Алина, мы алкоголь мало практически. Ну, не мы, Алинка, понятное дело. Я там буквально пиво может быть один раз в месяц, два раза в месяц. Месяц, который сейчас не разрешает. У меня дочка не разрешает мне пить вообще ничего. Хотя, в принципе, я это и так делаю редко. Но, когда заходим в магазин, то она мне всегда говорит, нет, нет, еще раз нет. Я беру бутылку пива, она берет ее и ложит назад. ЦУМ называется тот торговый центр, который я вам говорил. Этот ЦУМ просто вылетел из головы. Центральный Универмаг. И на этом, друзья, мы заканчиваем видео. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Ставим лайки, не забываем. И пишите комментарии. Всем удачки. И мирного неба над головой. Всем пока. Всем пока.